всем привет с вами сергей проект по а перед вами книга из серии звезды мирового детектива автор джеффри дивер его роман называется холодная луна эта книга которая входит в цикл про линкольна райма то есть такой большой цикл про который я вам уже рассказывал начинается он собирателя костей экранизированных здесь линкольн райм и амелия сакс правильно назвали что таки два действующих лица основных если вы помните линкольн райм это полицейский криминалист мега мозг который который к сожалению парализован был и он не может только голова только движется чуть-чуть плечи там и палец и все остальное тело парализован он лежит в кровати и вот ему приносят там улики ему приносят с места преступления всякие все что он находят и он это анализирует он мега разбирается там компьютер ему помогает так далее он данные большую базу данных создал где какой там песок где какие эти вообще сам увлекательны так как по таким мелочам там не знаю анализ брюк идет например вот грязь там кусочек грязи на брюках они анализируют что он такой-то состав это значит находится возле реки надо искать что-то возле реки там еще какие-то мелочи какие-то там в машине ворсинки волосы так далее вот они все собирает и вот по таким мелочам они потом предъявляют обвинение там убийцы если они там заубийцы каким-то охотиться потом продолжать роман танцору гроба пустой стулками на обезьянку меня на все это есть отзывы на канале вот кое-что я пропустил я еще не прочитал но вот самой свежей книги вот как раз таки вышла именно вот это холодная луна что-то мне в голове начинает холодная луна от шуры играть ну наше поколение напомнит эту песню почему холодная луна я не знаю там то что такое напевать не буду какой из меня певец джеффри девушек еще выходил отдельно роман который звался сад чудовищ там про военное время у меня есть отзыв тоже на канале и спящая кукла тоже интересное расследование там как раз таки расследование ведет другой детектив вот и самое интересное что место действия его тоже попозже и там как раз таки я когда делал отзыв говорил о как классно что там есть отсылочки к этому циклу к линкольн района милиса к что там созвание с кэтрин она созванивалась с этим героем так вот в этом романе как раз таки в холодной луне они знакомятся то есть вы помните кэтрин дэнс это специалист по она вот по лжи она смотрит может общаться и и вот как раз таки лорайн которая сначала так будет носиться пренебрежительный ко всему этому пригласить на допрос и она сможет там кое-что выбить доказать что это неправда тут он лжет и прочее и ему ему понравится ее подход как она тоже скрупулезно все собирает мимику и так далее как такую базу создает и тут у них даже какая-то дружба можно сказать появится потому что он будет ее привлекать в это расследование а что за интересное расследование как вы видите на обложке часы нарисовано и собственно главный тут противник его будет так называть часовщик то есть он на месте убийства будет оставлять часы вот старинные часы вот такие там содержание луной там и так далее и поначалу даже жертвы друг другом не связаны почему так выбирает их одна жертва с обрыва сброшена вот другая там жертву там еще ну там естественно как бы серийный маньяк будет и за ним надо будет охотиться он будет оставлять вот эти подсказки прям играть можно сказать будет с полиции такое вообще обожаю когда какой-то гений играет против еще одного гения против линкена райма но джеффри дивер опять же доказывает что он круто закручивает сюжеты то здесь очень много будет ходов когда там глава заканчивается на шокирующим какой-то ноте а потом все оказывается совсем не так там или там казалось бы сейчас вот убьют одного из следователя оказывается нет и они гоняются за одним потом за другим и еще какой-то персонаж и что уже несколько что ли а потом все может вообще стать из головы с ног на голову да вот оказывается здесь могу могу не быть убийство например а здесь может быть вообще все совсем другая все цель а может быть тут двойной тройной слой вот это очень я обожаю когда переворачивается вся ситуация обвиняют одного там в одно убийство одно там расследование а потом могут обвинить другого потом вернуться к первому но это очень крутяшно вот при этом еще амелия сакс тут узнает немножко о своем отце шокирующие данные здесь же еще мили сакс пытается вести самостоятельное расследование то есть параллельно то есть инка реально одним делом занимается она хочет раскручивать другое дело там поводу доказать что она тоже может и вот эта вот вся тема интересно хочет как бы отдельно вести расследование к чему все это приведет как эти дела даже немного переплетутся ну что немного ладно не буду спойлерить переплетутся дела вот но это круто опять же вот мастер по закрутки знаете не пугать не вот какие-то ужасы какие-то человеческие там такие вы не знаете как у некоторых читаешь там прям по атмосфере там какие-то страшные какие такие вещи и так далее ну понятно тут убийство это тоже страшная вещь но тут как-то больше ты как раз таки следишь за работой за анализом этих мелких каких-то песочков песчинок волосков и так далее как вот-вот они пытаются связать это все в единое целое там выстроить доказательства немного будет правда смущать что здесь будет периодически попадаться такая таблица на вначале маленькая потому что место преступления 1 и там что нашли место преступления 2 что там нашли вот естественно чем больше потом мест преступления потом эта таблица будут разрастаться и там уже там вот там схема начинается раз страница 23 страница 4 страница 5 страница 66 страниц это вот идет описание сбору Улики насобирали, ты читаешь главы, насобирались улики, и они потом тут опять повторяются. Кому-то это может немного смутить, зачем это повторно писать, только объемы добавлять в книги, когда перечисляется заново. Но мне понравилось, наоборот, перечитывал, как будто я вместе с ними сижу, анализирую. Вот столько-столько мелочей. Потом на следующий день у них уже больше-больше подробностей. Все разрастается, разрастается. Они подкрадываются, подкрадываются кубиц. Тут даже, по сути-то, будет место действия, время действия, точнее, будут несколько дней. Буквально начинается, главы даже так и называются, это вторник, среда, четверг и понедельник. Причем не зря так называется, потому что связаны с часами, не зря так называются главы. И видите, немного дней, но так насыщенно будет событиями здесь, столько будет всяких неожиданных вот это поворотов. Это действительно захватывающий триллер, прям вот именно такой детективный, с расследованием связанным и так далее. Мне такое нравится. Джеффри Дивер в этом плане прям молоток, как пишет. Итак, Джеффри Дивер, Холодная луна. Книга из цикла о Линкольне Райме и Амелии Сакс. Издание Азбука. Звезды мирового детектива. Тут белоснежная бумага, все хорошо в этом плане. Да и цена была, кстати, еще очень даже приятная. Читайте хорошие книги. А с вами был Сергей, проект По. Пока.